Франсуа Бушет 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 К 1730 году Бушей уже был известным живописцем, автором интерьерных произведений и декораций для постановки Персей. В тот же период он создал свои непроизойденные изделия. Из фарфора, эскизы для гобеленов, написал картину Ринальда и Армида, которая до сих пор хранится в Национальном музее. Одновременно с небольшими работами Бушей трудился над созданием монументальных произведений, украсивших апартамент Версаля. Имя владела королевская семья. Для создания картин художник часто использовал мифологические сюжеты, аллегории. Портреты придворных правителей выполнены в традициях стиля Рококо. В 50-е годы уже в качестве профессора Королевской академии Парижа Франсуа вплотную занялся гравюрой. В этот период вышла серия его тематических работ. Кроме этого, художник очень любил гулять по предместе Парижа, любоваться окружающими красотами, а потом переносить увиденное на холст, используя масляные краски. Так рождались многочисленные пасторалии и пейзажи Франсуа Бушей. Аристократы очень любили позировать художнику для так называемых портретов состояний. Характерными особенностями таких полотен было изображение человека, полный рост с кукольным лицом, выполненный в насыщенных, броских тонах. В настоящее время выпускаются многочисленные фотоальбомы и каталоги, где собраны лучшие из таких портретов, созданные Бушей. Женская головка или пробуждение, светловолосая Далиска, портрет Маркиза де Помпадур. Вся картина художника характеризует оливково-коричневая гамма. Бушей любил сочетать несколько доминирующих цветов, сводил к ним всю палитру, но при этом использовал изысканные тональные соотношения. По мнению Дидро, Бушей обладал широкой и величественной манерой, сильным и верным цветом. Наряду с декоративной импозантностью, образ Маркиза был наделен личным чувством, и это отличает эти портреты от других произведений художника. В настоящее время произведения Франсуа Бушей используются большой популярностью. Они находятся в экспозициях самых известных в мире музеев. Лувра и Эрмитажа, собрания Уоллеса, музея Коньяк-Же, Волотный, Юпитер и Калиста, пейзаж с отшельником, Геркулеса и Эмфала перешли в коллекцию зарубежного искусства, расположенную рядом с Гоголевским бульварем в столице России. Информацию о том, как складывалась личная жизнь известного живописца, найти крайне затруднительно. Известно, что он женился в 1733 году на прелестной юной парижанке Марии Жан-Бьюзо. Она позировала Бушей во время работы над несколькими полотнами, которые его впоследствии прославили. Этот брак был бездетным, поэтому Франсуа собрал вокруг себя многочисленных учеников. Наибольшей способностью проявил молодой гравер по имени Жан-Анаре Фрагонар. В Европе его называли самым выдающимся представителем направления Рококо. По мнению современников, именно он перенял творческий дар своего наставника. Выдающийся художник умер 30 мая 1770 года в Париже. К сожалению, исторические архивы не содержат информацию, проливающую свет на причины его смерти. С годами образ художника померк, на первый план вышли классицисты и о ярком представителе стиля Рококо просто забыли. Однако его имя не стерлось в истории. Прошло немного времени, и картины, созданные талантливым живописцем, снова нашли своих поклонников. Субтитры создавал DimaTorzok